Я прихожу в балетный зал, включаю музыку и движения появляются. Первый импульс это то, что у меня внутри. Это он меня толкает. То, что сначала я придумываю сюжет, а от этого уже и рождается хореография. Мне кажется, все идет от музыки. И пластика, и хореография. Когда тело пропевает музыку, рассказывает историю. Это история, рассказанная человеческим телом. Другое поколение, другой театр. Начинающий хореограф здесь и автор идеи, и провокатор пластических и интеллектуальных реакций танцовщиков. Он пытается найти новые, созвучные своему внутреннему миру, темы. Мне интересна всегда борьба человека со своими какими-то искушениями, со своими слабостями. И мне кажется, что как раз эта борьба закаляет личность, закаляет человека, чтобы становиться сильнее. Этот балет создан по мотивам произведения Михаила Булгакова «Морфий». Мне всегда было интересно как раз показать и раскрыть образ доктора Полякова со стороны не того, что он делал, что с ним происходило, а то, что идет, какие мысли, какие сомнения, толчки происходят у него внутри. То есть, что происходит в его голове, почему это с ним происходит. Трагедия, которая сегодня в этих постановках присутствует, наверное, это на сегодняшний момент то, что он чувствует. То, что ему хочется выразить через пластику, через музыку, через свои переживания, сопереживания. Сама музыка – это уже драматургическое искусство. И это потрясающе. Многие хореографы испытывали и испытывают сейчас симпатию к этому видению драматургии в музыке. Я ищу музыку, которая выражает полностью все те эмоции, все те мысли, которые я хочу передать в этом произведении. Иван Васильев поставил свой опуск на музыку Густава Малера. И у него она не для передвижения тела, а для того, чтобы что-то сдвинуть в наших душах. Всегда открывать что-то новое в себе, и современная хореография в этом очень помогает. Я очень рада, что он открылся в новом качестве. Я с ним много танцую, и с ним очень приятно работать в дуэте. Он всегда очень отдается танцу на сто процентов. Я очень ценю это в партнерах, потому что создается какой-то действительно дуэт на сцене. Слепая связь. Современная, очень актуальная на сегодняшний день тема, когда люди очень погружаются в свои телефоны или компьютеры, в свой виртуальный мир. Это очень важная тема, и поэтому Ваня ее затронул. Театр танца Театр танца – это место, где возможно все – свобода, органика, независимость. Но вместе с тем сегодня нет того всплеска балетной драматургии, что мы наблюдали в середине 20 века. На сегодняшний момент хореографов, скажем так, масштабных, по крайней мере, я не вижу. Есть какие-то пробы, хореографы могут поставить короткие постановки, однакные балеты. Изменилось время, изменились скорости, изменилось, наверное, восприятие. И поэтому сейчас, наверное, вот масштабные формы, может быть, это не их время. Дух времени. Как он влияет на то, каким будет движение танцовщика на сцене? Ведь тело, как инструмент выражения мыслей и чувств, оно неисчерпаемо. Я, как артист, всегда старался проживать роли и проживать их от себя. То есть я могу сказать, что я счастливый человек в плане того, что я прожил довольно много жизней. Сколько у меня ролей, столько и жизни. В то же время и как хореограф сейчас я уже создаю для себя историю, создаю для себя жизнь, которую могу прожить на сцене. То есть я развиваюсь, я делаю что-то больше, чтобы найти себя, чтобы прожить еще одну жизнь, еще одну жизнь. Наверное, я жадный, жадный для жизни. Субтитры создавал DimaTorzok